Продолжение следует... Сейчас на полный экран сделают. Я рад всех приветствовать здесь и всех, кто находится удаленно. Я рад всех рассказать своим новые данные. Сегодня, так как мой доклад на школе, то я расскажу не столько о наших исследованиях, сколько о том, чем мы планируем заниматься в будущем. На самом деле мы уже приступили к этим исследованиям, но более конкретные данные о том, как мы занимаемся генной терапией эпилепсии, наверное, расскажу в следующий раз. Сейчас я больше буду рассказывать о том, что в мире делается по этому поводу. Для начала о том, что такое эпилепсия. Эпилепсия – это хроническое заболевание головного мозга, которое известно людям очень давно, так как оно проявляется яркими, выраженными... Так, почему-то у меня переключилось. Эпилепсия, которая проявляется такими неспровоцированными судорогами. Эпилепсия достаточно широко распространена и считается, что примерно 1% населения, ну, по разным оценкам, кто-то меньше дает, кто-то даже чуть больше, страдает от эпилепсии. Ну, на самом деле, хотя бы один какой-то эпилептический приступ перенесли даже больше процентов людей. Ну, полагают, что до 10% людей за свою жизнь эпилептический приступ перенесли. Но для того, чтобы можно было сказать, что у человека эпилепсия, надо, чтобы было как минимум 2 таких вот неспровоцированных приступа эпилептических. Значит, эпилепсия достаточно разнообразна, то есть это не единое заболевание. Это целая группа таких заболеваний. И если грубо, то можно разделить ее на 2 типа. Значит, во-первых, это фокальная эпилепсия. Это значит, что в мозге есть какой-то эпилептический фокус, центр, откуда распространяется эпилептическая активность. И вот когда у человека или у животных развивается приступ фокальной эпилепсии, то это проявление эпилепсии будет зависеть от того, в какой области будет находиться этот фокус. Если это фокус височной области, где у нас находится слуховая кора, то там могут у человека быть какие-то слуховые галлюцинации, развиваются какие-то странные ощущения, о которых люди говорят как об ауре. Другая форма эпилепсии – это генерализованная эпилепсия, когда активностью оказывается охвачен весь мозг. В этом случае человек обычно теряет сознание, и эта эпилепсия может сопровождаться либо просто нарушением сознания, когда мы говорим об абсансе, и тут нет каких-то моторных проявлений, либо эта эпилепсия распространяется и на моторные области коры, и тогда приступ сопровождается уже моторными судорогами. Важно отметить, что фокальная эпилепсия может перейти в генерализованную форму, то есть эпилептическая активность, возникнув в одной отдельной области мозга, может распространиться на весь мозг и вызвать такой полноценный припадок. Ну вот здесь вот на людях я не буду показывать, а вот животные – это крысы с моделью височной эпилепсии. Вот из нашей лаборатории. Вот увидите, что у крысы в первой клетке сначала первично какой-то эпилептический фокус возник, да, она там как-то себя странно повела, а потом он генерализовался, что она даже упала. Ну и вот здесь приступ продолжается, приступ может длиться, ну, примерно минуту, да, несколько минут, затем он обычно прекращается, и, ну, человек или животные еще какое-то время остаются вот в таком спутанном состоянии. Вот видите, крыса так замерла и в каком-то находится странном состоянии. Вот. Что же известно про причины эпилепсии? Значит, ну, где-то до 75-го года, в 75-м году были проведены, была такая опубликована первая классификация, уже созданная по всем правилам современной науки. Ну, и вот оказалось, что точные причины эпилепсии невропатологам хорошо известны, например, в 25-ти процентах случаев. То есть это эпилепсии, вызванные травмой мозга, эпилепсии, вызванные, значит, онкологическими заболеваниями, да, инфекционными заболеваниями и так далее. То есть различные заболевания, которые могут приводить к развитию эпилепсии. То есть примерно 20-25% имеют такие причины. А остальные причины были тогда исследователям непонятны, они были названы идиопатическая эпилепсия, то есть она имеет какие-то непонятные генетические причины. Ну вот уже в нашем веке исследования существенно продвинулись, и стало более понятно про генетические основы эпилепсии. И, в общем-то, оказывается, что большинство случаев эпилепсии, оно имеет какие-то генетические причины в своем развитии. Значит, часть видов эпилепсии зависит от мутаций в отдельных генах. То есть, например, такой широко известный синдром Драве зависит от мутации, от одиночной мутации в натриевом канале. И вот эти мутации могут либо передаваться по наследству, либо возникать как бы Денова. То есть каждый раз у каждого пациента заново. То есть это большая вероятность развития эпилепсии происходит именно таким образом. Значит, кроме того, у многих форм эпилепсии имеется довольно сложное наследование. То есть одновременно участвует в развитии эпилепсии большое количество генов. И поэтому, естественно, наследование эпилепсии происходит таким сложным образом, из-за расщепления и прочего. Кроме того, есть данные о том, что эпилепсия может быть вызвана и теми изменениями в нашем генотипе, которые, в общем-то, и не проявляются. То есть вот те мутации, которые происходят в интронных частях наших генов. Но таким образом эпилепсия может иметь самые разнообразные причины, но проявляется она, да, то есть как бы она требует лечения. То есть если человека не лечить, то судороги, они имеют склонность к самопроизвольному усилению. То есть у некоторых людей они могут и сами проходить, да, но чаще, если у человека судороги есть, и они не лечатся, то сами судороги выступают как некий инициирующий процесс, который усиливает эпилептогенез и усиливает эпилептизацию мозга. То есть судороги ведут к различным повреждениям нейронов, к разрастанию их аксонов, оставшихся нейронов, к увеличению числа глиальных элементов и, в общем-то, к существенным перестройкам в нервной системе, что в итоге ведет к существенному усилению судорожного состояния. То есть судороги, да, эпилепсию необходимо лечить. Ну вот если мы с вами от генетического такого подхода перейдем к физиологическому, то что значит эпилептический приступ? Это значит, что в головном мозге происходит резкое нарушение баланса возбуждения и торможения. Ну вот если в норме, да, у нас баланс возбуждения и торможения ответственны два типа нейронов основных, да, главные нейроны или пирамидные нейроны содержат глутамат и обеспечивают возбуждение в нервной системе, а интернейроны содержат гамм, да, гамма-аминомасленную кислоту и обеспечивают торможение. Вот в норме баланс между этими двумя явлениями, он обеспечивается рядом сложных механизмов, и если же этот баланс будет нарушен, да, например, будет увеличено возбуждение или ослаблено торможение, то тогда у нас система переходит в разбалансированное состояние и наблюдается эпилепсия. Ну, если мы усиливаем возбуждение, да, то, как правило, нейроны начинают работать все активнее и активнее, и вот я здесь вам привожу пример записи энцефалограммы, тоже у крысы, после введения конвульсанта, пилокарпина. И вот мы видим, что если на фоновом состоянии у нас, ну, это обычная энцефалограмма спокойная, да, то после введения конвульсанта начинает нарастать возбуждение, в коре происходит избыточная синхронизация нейронов, что проявляется в увеличении амплитуды на энцефалограмме. Где-то мышку потерял, вот вижу. Значит, то есть видите, вот через полчаса появляются уже такие вот признаки эпилептической активности, а затем все сепилептический приступ уже развивается в полной мере, то есть мы видим вот такую очень выраженную активность. И, ну, в данном случае, так как мы вводим конвульсант, то приступ не заканчивается быстро, он продолжается очень долго, развивается эпилептический статус, то есть состояние очень тяжелое для организма, и, в общем-то, и животное, и человек в таком состоянии может умереть. То есть это состояние, которое требует вот медленного лечения. Ну, таким образом, вот если мы хотим облегчить состояние больных с эпилепсией, мы должны вернуть баланс, вернуться к балансу между возбуждением и торможением. Ну, вот здесь на диаграмме вы видите, да, что если у нас нормальный баланс, то человек чувствует себя хорошо, если у нас возрастает торможение, то мы сначала засыпаем, если же возбуждение совсем мало, торможение усилено, то человек может впасть к кому и дальше умереть из-за остановки дыхания. И наоборот, если у нас возбуждение усилено, то тогда человек сначала переходит на такое возбужденное состояние, затем он может перейти к развитию эпилептического статуса и опять тоже умереть. То есть надо держать этот баланс. То есть любые воздействия, да, любое лечение должно быть направлено на соблюдение баланса. То есть мы должны усилить возбуждение, но не ослабить возбуждение, да, синхронизацию возбуждения, но при этом не перевести человека в сомливое состояние, чтобы он мог нормально функционировать. Ну и вот люди, исследователи занимаются этой проблемой очень давно. И вот такие клинические, да, как бы уже исследования уже с доказанной эффективностью, когда лечение эпилепсии действительно, когда лечение приводило к хорошим результатам, они начались, в общем-то, в конце 19 века с применения бромидов. И вот одним из первых стал применять бромиды английский невропатолог Уильям Говерс, под который, как раз стату, которую я говорил, да, судороги порождают судороги. Вот, и он показал, что примерно 70% пациентов, которые употребляли бромиды по его рецепту, избавились от приступов. То есть посмотрите, 30% людей не помогло, 70% помогло. То есть вот 30% оказались резистентными к лечению бромидами. Ну вот запомните это число, да. Ну, естественно, лечение бромидами, оно было не очень хорошим, потому что бромиды вызывали сильные побочные эффекты. То есть у людей нарушались и когнитивные способности, и, ну, многие их функции, то есть у них страдало и поведение. И лечение это было небезопасным. Поэтому, ну вот, сейчас и весь 20-й век шло развитие фармакологии и поиск препаратов, которые позволят снять эпилептические судороги, да, но при этом имеют минимум побочных эффектов и максимально безопасны и эффективны для всех людей. Значит, и посмотрите, если в 19 веке это были только бромиды, то сейчас мы пришли к тому, что существует огромное количество классов противосудорожных препаратов, которые помогают людям избавиться от судорог. Механизм их самый разнообразный. Ну, один из наиболее часто используемых механизмов – это блокаторы натриевых каналов. То есть это позволяет, как вы понимаете, уменьшить возбуждение в нервной системе. А, и вот целый большой список вот этих препаратов. Другие препараты могут влиять на выброс медиатора и влияют в основном на кальцевые каналы, да, которые обеспечивают выброс медиатора. Тоже они позволяют, в общем-то, ослабить возбуждение в нервной системе. И, наконец, если мы хотим напрямую увеличить торможение, то, соответственно, будут препараты, которые влияют на ГАМК-А рецепторы, усиливают их активацию, да, продлевают их действия. Ну и в последнее время появились препараты, которые влияют на рецепторы уже глутаматергической системы, влияют на АМПа рецепторы. Но что мы видим? Вот эти все препараты, хотя они стали безопаснее, лучше переносятся, тем не менее помогают далеко не всем. То есть все равно примерно 20-30% людей остаются, ну, как бы продолжают страдать от эпилепсии. То есть, ну, вот если вот такую картинку, вот эту схему вы посмотрите, то что происходит с больными эпилепсией? То есть вот, скажем, произошел приступ эпилептический, да, и затем, если даже не принимать никакого лечения, то примерно у третьей, второй раз приступ уже не проявляется. То есть как таковой эпилепсии не развивается. Но у двух третей людей, к сожалению, эти приступы имеют склонность к повторению. Поэтому им необходимо постоянно принимать противоэпилитические припадки. И здесь, опять же, ну, вот 60% получают стойкую ремиссию, да, после лечения антиэпилитическим препаратом. То есть них больше приступов нет. Однако часть пациентов остаются нечувствительными к этим препаратам. Им прописывают один тип препаратов, потом следующий тип препаратов. Делают схемы, когда препараты действуют на несколько мишеней. Но тем не менее остаются пациенты, у которых судороги победить медикаментозно нельзя. Ну и кроме того, если мы с вами, вот скажем, современные подходы, да, вот это disease modifying, то есть препараты, которые должны у нас вылечить болезнь, то вот таких препаратов в настоящее время нет для лечения эпилепсии. То есть человек должен принимать эти препараты, чтобы приступов не было. То есть как бы они не излечивают людей. То есть поэтому только фармакологический подход, он оказывается недостаточным. Ну вот здесь еще один слайд про то, почему одним людям помогает лечение, а другим нет. Здесь есть целый ряд причин. Одна из причин в том, что у некоторых людей гематоэнцефалический барьер, как бы оказывается более сильным, да, и у них больше транспортеров, которые просто не позволяют лекарственным веществам достичь нейронов. И поэтому, сколько бы пациенты не принимали препаратов, они не могут достичь необходимой концентрации уже в головном мозге. Кроме того, в некоторых случаях каналы изменены таким образом, что канал-мишень становится изменен так, что существующие препараты не позволяют изменить его работу. Ну вот это показано, например, при ряде мутации натриевых каналов. Ну, либо существуют какие-то дополнительные механизмы судорожной активности, которые просто клиницисту непонятны, неизвестны, и он не смог подобрать, в общем-то, нужного препарата. Ну и вот задача, да, проблема, перед которой сталкиваются исследователи, да, и от которой страдают многие люди. И вот этот процент, как я вам сказал, если почти 1% населения, да, это 50-70 миллионов страдает от эпилепсии, при этом почти 30% препаратов, существующие неэффективны, то огромное количество людей, в общем-то, продолжает страдать от эпилепсии, которая, казалось бы, заболевание нам понятное, и с ним можно справиться. И вот поэтому в науке, да, неврологии, есть несколько направлений, которые направлены на то, чтобы помочь таким людям. Ну, во-первых, идет постоянный поиск новых мишеней, чтобы помочь людям, у которых эпилепсия. Другое направление – это, во-первых, предотвратить само возникновение эпилепсии. То есть сейчас, как я вам говорил, после травм мозга, да, после инсультов, при опухолях мозга, очень велик риск возникновения эпилепсии. В некоторых случаях, в некоторых травмах доходит риск до 60%, что потом эпилепсия разовьется. И вот у нас сейчас не существует вот 100% надежных методов, которые позволят предотвратить развитие заболевания. То есть вот в эту сторону, да, как бы надо думать и исследователям, и клиницистам, так сказать. Ну, а кроме того, кроме фармакологических методов, да, когда мы пытаемся предотвратить развитие, да, или еще много мишени, существуют и начинают активно развиваться нефармакологические методы. Ну, вот здесь я только перечислю, что существуют методы нейростимуляции, когда вживляют электроды в мозг и, используя, ну, либо низкочастотную, либо высокочастотную стимуляцию, можно, в общем-то, приступы, которые никак не уходят, попробовать подавить. То есть такие методы некоторым людям помогают. Значит, другой подход – это использование специальных диет. Вот, в частности, кетогенная диета, которая имеет очень древнюю историю, она начинает пользоваться больше популярностью сейчас, так как позволяет помочь людям с очень устойчивыми судорогими. Ну, а сейчас, так как мы стали лучше понимать механизмы действия этой кетогенной диеты, она стала, ну, менее неприятной для пациентов, то есть на ней можно теперь жить. Раньше просто она совсем была, тот один жир, и питаться такой едой было очень сложно, но особенно детям. Ну и, наконец, другой подход, который в настоящее время, ну, является основным, да, если у нас существует формакорезистентная эпилепсия, это метод удаления эпилептического очага. Понятно, что этот метод хорошо подходит для фокальной эпилепсии, да, когда у нас есть явный фокус, вот, но именно фокальные формы эпилепсии чаще всего и являются формакорезистентными. То есть здесь вот вы видите, мозг, да, во время операции прямо так это все и выглядит. Вот у нас, я не знаю, если у нас тут Вильям Арамович Хачатрян, может быть, присутствует, он, как раз у нас, мы с ним сотрудничаем и проводим исследования потом на участках мозга, удаленных во время вот такой операции. И вот посмотрите, нейрохирург во время операции исследует, с каких областей идет эпилептическая активность, да, видите, вот с отдельных электродов видна такая активность. И есть области, с которых такой активности нет. И вот четко картировав области мозга, области, из которых идет эпилептическая активность, их можно затем хирургически удалить. И в большинстве случаев, по статистике, это 65% больных уже больше не страдают эпилепсией. Но части больных это не помогает. То есть все равно очаг может образоваться вновь, то есть в новом месте коры развивается новый очаг. И кроме того, нейрохирургическое удаление может быть небезопасным. Вот скажем, если мы говорим про височную долю, то вы знаете, что в левом полушарии височной доли у нас находятся речевые центры. И удаление большого части коры может привести к тому, что у человека нарушится речь. Поэтому вот такая нейрохирургия, хотя она эффективна, позволяет излечиться многим больным. То есть потом, ну какое-то время люди продолжают пить препараты, чтобы не образовался новый очаг. Но потом они могут их прекратить, и у них не будет уже эпилепсии. Но этот метод подходит далеко не всем. И поэтому надо искать новые методы. И вот здесь как раз таким методом, который в последние годы, буквально в последние десятилетия начинает переходить даже уже от доклинических исследований к клиническим, это как раз метод генной терапии. Когда мы можем изменить функционирование работы нервной системы и помочь человеку излечиться от эпилепсии. Ну вот давайте все-таки еще раз подумаем, какие формы эпилепсии наиболее подходят для генной терапии. Вот казалось бы, так если сходу спросить, то да, вот мы знаем, что вот есть формы эпилепсии, когда у нас сломался натриевый канал. И мы должны с помощью генной терапии поменять экспрессию этого гена, либо заменить ген, либо что-то еще сделать. В общем, восстановить нормальное функционирование этих каналов. Но такие формы эпилепсии как раз в настоящее время для генной терапии оказываются непригодными. Во-первых, если эта мутация у нас находится во всех клетках, головного мозга, например, организма, то оказывается, что мы не можем доставить правильные копии гена во все клетки организма. То есть сейчас это технически чрезвычайно сложно. И гораздо проще доставить гены в какие-то достаточно изолированные области мозга. И если мы говорим с вами про изолированные области мозга, то это значит, мы говорим про фокальные формы эпилепсии. То есть мы можем попробовать изменить функционирование мозга как раз в этом эпилептическом очаге. То есть задача генной терапии не изменить весь генотип во всех клетках, а просто попробовать изменить функционирование определенной области мозга. То есть генная терапия в настоящий момент, она работает с фокальными формами эпилепсии. Так как я говорил, что фокальные формы эпилепсии являются наиболее часто формакорезистентными, то это в принципе не так и плохо. Здесь просто табличка, в которой приведены различные формы, генетические формы эпилепсии. И вы здесь видите, что генной терапии нигде нет, то есть везде это какая-то лекарственная терапия, либо особая форма наблюдения. Итак, когда можно применять генную терапию? Если мы с вами посмотрим на развитие эпилепсии в динамике, особенно если это приобретенная форма эпилепсии после травмы, когда как раз существует риск развития эпилепсии, что у нас после некого провоцирующего события развивается период эпилептогенеза, латентный период, когда судорог еще нет, когда мозг еще вроде бы функционирует нормально, но в нем уже идут вот эти вот патологические изменения. А я в мышке когда вас увидел, нет? Видно чуть-чуть, да? И как раз в этот период, если мы проведем интервенцию, то мы сможем предотвратить развитие болезни. То есть этот период для генной терапии, он крайне важен и может быть является одним из наиболее эффективных, то мы можем предотвратить развитие болезни. Опять же, если судороги уже развились, то получается, что можно попробовать подавить этот очаг. И в этом случае мы с одной стороны, может быть, просто подавим судороги, а с другой стороны, возможно, мы тоже сможем прекратить их полное развитие и таким образом вылечить человека. То есть провести не просто какое-то... Не просто убрали судороги, да, а именно вылечили человека. То есть вот эта генная терапия, она может оказаться эффективной в любой момент. Но вот как мы можем осуществлять генную терапию? То есть нам надо каким-то образом доставить новый генетический материал. И вот в клетке мозга доставить генетический материал в настоящее время в основном можно с помощью вирусных векторов. И вирусных векторов существует довольно большое количество. Я здесь вот привел только три примера. Да, аденовирусы, аденоассоциированные вирусы и лентивирусы. Значит, есть там и ретровирусы, и вирус герпеса, у которых там есть тоже свои преимущества. Но и у каждого вируса есть и свои недостатки. То есть вот большинство вирусов, они оказывают очень сильное мутагенное воздействие. И поэтому использовать их для доставки генетического материала очень опасно. То есть мы, скажем, доставили нужный ген, но при этом мы повредили клетки. И там могут возникнуть новообразования. Либо функции нейронов будут повреждены, они погибнут. Поэтому большинство вирусов для доставки генетической информации отпадают. И, в общем-то, другие вирусы обладают достаточно выраженным нейровоспалительным действием. То есть если мы ввели вирусный вектор в мозг, то он вызовет нейровоспаление, а это, в свою очередь, приведет тоже к очень сильным побочным эффектам и вряд ли может считаться хорошей формой терапии. То есть поэтому при всем таком большом богатстве выбора в настоящее время, ну, как бы таким перспективным, видимо, считается денассоциированный вирус. Он относительно безопасен, то есть дает небольшой такой эффект нейровоспалительный и, в общем-то, не вызывает мутаций. Но этот вирус плох тем, что он может переносить очень маленькую по размеру генетическую информацию. То есть как бы сложно вставить большой кусок генетической информации, перенести с помощью этого вируса. Вот. Ну, давайте попробуем разобраться, что и как можно попытаться привнести в эпилетический очаг, чтобы его подавить. И вот здесь на таблице я собрал, ну, не я собрал, а из обзора скопировал, данные о том, какие гены использовались для введения в эпилетический очаг. И вот вы видите, что это в основном либо нейромодуляторы, аденозин, холецистокинин, голонин, NPY, то есть вещества, модуляторы, экспрессия которых в эпилетическом очаге позволяют как раз сменить баланс возбуждения и торможения в сторону торможения. То есть и вот целый ряд исследований, в основном это сделано на животных, на грызунах, которые как раз смогли показать, что эти методы достаточно эффективны. Но есть у них и различные такие вот неудобства, что, во-первых, во многих случаях выраженного эффекта достичь не удалось. То есть у одних животных, одним животным это помогало, другим животным, у других животных какого-то выраженного эффекта не было. Значит, и с чем это связано? Это связано с тем, что мы заранее, в общем-то, никак не можем определить, какую дозу вот этого гена надо ввести. То есть вот если мы ввели маленькую дозу гена, то получается, что баланс у нас изменится не сильно. То есть как бы какого-то выраженного эффекта не окажется. Если же мы введем избыточную дозу ген, но это реже получалось, то тогда мы можем выключить этот участок мозга, либо он станет функционировать неправильно. И то есть вот эта вот система, когда мы просто вводим какой-то ген, накин делаем, и система начинает экспрессировать какие-то дополнительные гены, она изначально во многом ущербна, потому что мы не понимаем, как дальше себя поведет эта область мозга. А ведь надо понимать, что если мы ввели генетическую информацию, то мы произвели уже изменения функционирования этих клеток, и назад уже откатить очень сложно. То есть получается, что эти изменения, они уже, ну вот, невозвратны. Поэтому стоит задача к тому, чтобы каким-то образом регулировать силу вот этого воздействия. То есть не просто все время вызывать какое-то торможение, а чтобы этот эффект был каким-то образом включен в систему обратной связи. Ну и вот более поздние исследования, когда уже используют, когда как раз опираются на эту идею. То есть мы должны увеличить торможение в нужный момент. И вот для этого, например, используются потенциалозависимые калиевые каналы. То есть если они потенциалозависимые, то значит они будут активироваться, когда у нас потенциал, произойдет деполяризация нейронов. То есть когда у нас идет судорожная активность, идет деполяризация, тогда дополнительные калиевые каналы могут включиться и подавить это возбуждение. То есть есть некая такая вот уже обратная связь. Ну и вот здесь пример исследования, где используется как раз генетически модифицированный калиевый канал, вживленный в мозг мышки, у которой вызвали эпилепсию. Вот видите, что клетки, которые экспрессируют этот канал, они флюоресцируют, с зеленым флюоресцентный белок, у них дополнительно экспрессируется. И получается, что животные с эпилепсией, которым внедрили этот ген, они, посмотрите на этом графике, это число судорог, а это дни, когда судороги наблюдались. Значит, животные, которым внедрили только зеленый флюоресцентный белок, у них судороги продолжают увеличиваться, они постоянно судорожат. А животные, которым добавили вот этот вот калиевый канал, который активируется в момент судорог, то у них получилось, что число судорог заметно уменьшилось. Ну, полного излечения не произошло, что, в общем-то, тоже неудивительно, потому что эпилепсия, заболевание сложное для излечения. И даже вот такое небольшое уменьшение числа судорог, оно, конечно, дает людям надежду, что можно уменьшить эти судороги и совсем. Ну вот, как я вам сказал, в принципе, вот у методов генной терапии, вот такой классический, когда мы вносим какой-то ген, всегда есть проблемы с тем, что сложно, в общем-то, доставить этот генетический материал, да, то есть существующие вирусные векторы позволяют распространить генетический материал в достаточно изолированной области мозга. Вот, и до мозга надо добраться, да, то есть надо провести нейрохирургическую операцию. А с другой стороны, если мы его доставляем, то, в общем-то, могут быть и другие нарушения, различные могут быть побочные эффекты, например, в виде иммунной реакции. Ну и вот еще одна из проблем, которую можно попытаться обойти, используя уже тоже методы генной терапии и другие, это то, что обратная связь, она не всегда возможна, да, в классических методах генной терапии, то есть вот уже мы говорим о классических методах. И поэтому развиваются сейчас активно новые методы генной терапии, новые подходы на основе уже оптогенетики и хемогенетики. То есть когда мы можем регулировать силу воздействия и когда мы можем активировать вот эти вставленные каналы, да, вот эти активировать работу каналов в нужный момент. То есть мы можем даже использовать методы биологической обратной связи. И вот здесь, в этом направлении, наиболее перспективной считается оптогенетика. Ну вот оптогенетика, когда мы говорим про оптогенетику, нельзя не назвать имя Карла Диссирота, который как раз активно внедряет, ну как бы изобретатель внедряет и пропагандирует этот метод. То есть вот, ну здесь картинка из его лаборатории, как раз крыска, да, у которой подведен светодиод и у которой судорожные состояния можно было контролировать с помощью источника света. Ну давайте как бы о механизме оптогенетики, как это все происходит, почему можно что регулировать. Значит, чтобы провести оптогенетическую стимуляцию, мы сначала должны в мозге, да, произвести экспрессию каналов, которые будут активироваться светом. И вот в настоящее время уже изобретено большое количество самых разнообразных каналов, которые активируются светом. Ну из классических. Это, например, каналородопсин. Каналородопсин, да, то есть это канал, который активируется светом с длиной волны 470 нанометров, да, и при действии света канал открывается и начинает пропускать катионы. Так как этот канал относительно не специфичен, то он пропускает одновалентные и двухвалентные катионы в любом направлении. Ну если мы открываем с вами не специфические каналы, да, то в норме к чему это приведет? Это приведет к деполяризации клетки, потому что в клетку устремятся по градиенту концентрации натриевые каналы, ионы натрия, ионы кальция, и клетка будет деполяризована. То есть светом мы можем достаточно быстро деполяризовать клетку. Но вот здесь вы скажете, зачем же нам деполяризовать клетку, да, если у нас и так избыточное возбуждение. И вот здесь у оптогенетики есть еще одно важное и очень ценное преимущество, что можно экспрессировать вот эти каналы в специфических типах нейронов. Например, мы можем экспрессировать каналы родопсины не во всех нейронах, а именно в тормозных интернейронах. И таким образом, если мы с вами подействуем светом, то произойдет активация тормозных интернейронов, и в итоге торможение в системе будет увеличено, да, и произойдет затормаживание, в общем-то, всей нейронной сети. С другой стороны, мы можем с вами экспрессировать и другие родопсины. Например, галлородопсин. Галлородопсин активируется уже светом другой длины волны и является каналом, проницаемым для хлорид ионов. То есть получается, неправильно я сказал, не каналом, переносчиком хлорид ионов. То есть поэтому, если хлор переносится у нас внутрь клетки, а он заряжен отрицательно, то, соответственно, активация галлородопсина приведет к гиперполяризации соответствующего нейрона. Понятно, что галлородопсин нам выгоднее экспрессировать уже именно на возбуждающих нейронах. И таким образом мы можем подавлять их активность. Ну и, наконец, еще один из популярных родопсинов – это архиродопсин, который является протонной помпой. И, соответственно, он выводит протоны из клетки. И таким образом тоже протоны заряжены положительно, как вы понимаете, и таким образом тоже гиперполяризуют нейроны. То есть вот у нас есть целый спектр инструментов. То есть мы можем в каких-то избирательных нейронах экспрессировать избирательные формы каналов и затем воздействуя на них светом повышать или подавлять активность. Ну, тут у меня уже времени особо нет, поэтому я этот… Ну, вот эксперименты «Инвитро» вот на одной из лекций по опыту генетики вот из нашей лаборатории Елена Смирнова как раз сделала доклад, когда вот все, в том числе наши эксперименты предварительные, как можно повлиять на активность нейронной сети «Инвитро», как бы на эпилептиформную активность «Инвитро». Но мы с вами сейчас только как бы пойдем к экспериментам уже на животных «Инвиво». И вот посмотрите, значит, если мы с вами значит, у животного вот еще, вот картинка, да, будем регистрировать… Ну, сначала мы провели операцию, да, то есть, получается, оптогенетически экспрессировали у животного нужные нам каналы, да, то есть мы можем теперь активировать их в нужный момент времени. И вот если у такого животного мы будем с вами регистрировать энцефалограмму, да, и тогда, анализируя ее в реальном времени, мы можем заметить, да, что в какой-то момент у животного уже скоро будут развиваться эпилептические судороги. И вот в этот момент мы можем попытаться притормозить активность нейронной сети и методом биологической обратной связи, да, в ответ на возрастающую эпилептическую активность мы можем подать импульсы света и затормозить активность уже коры, да, ну или гиппокампа, и таким образом не допустить развития судороги. В чем здесь преимущество? Мы не влияем на мозг постоянно, да, мы влияем только в нужный момент времени, когда у нас появилась избыточная активность. В остальное время никаких изменений мы не производим. То есть это очень точная, может быть, регуляция. Ну и вот здесь вот такие вот эксперименты. В данном случае животным был внедрен канал родопсин в тормозные нейроны. И вот вы видите, что в нужный момент времени подаются вспышки света, и это позволяет очень сильно подавить судорожную активность. То есть вот если нет света, да, какое количество судорог, и если мы подаем свет, то получается, что судороги можно очень сильно понизить. Вот, но здесь какая проблема? Если мы должны подавать источник света, да, то есть вот это довольно так, ну не очень удобно, как представить, как человек будет ходить со всеми с такими приборами, да, то есть надо все это делать, и операции специальные производить, подводить светодиод, оптическое волокно в мозг. Поэтому в настоящее время идут исследования, связанные с тем, чтобы решить эту проблему с подзвением источника света. Ну, есть несколько направлений. Одно из направлений – это использование инфракрасного света, который гораздо лучше проникает сквозь ткани. Но инфракрасный свет сам по себе, он не может активировать канавародопсины в большинстве случаев. Поэтому используют еще специальные наночастицы, которые позволяют, ну как бы, изменить энергию фотонов, да, и превратить этот инфракрасный свет уже в свет с меньшей длины волны. Другой вариант, ну вот буквально в этом году, опять же, была... Сейчас, извините. Значит, была опубликована статья, тоже из группы Карла Диссирота. Они уже научились производить, значит, особый родопсин, чармин-родопсин, который как раз активируется светом достаточно большой длиной волны. То есть, опять же, получается, что можно попробовать подвести источник света ну, довольно большого расстояния. То есть, тоже вот такие вот способы решения могут быть сделаны. Ну, и, наконец, последний вариант, о котором я хотел сегодня рассказать, это использование хемогенетики для лечения эпилепсии. То есть, как мы с вами говорили, да, если мы просто с вами какие-то рецепторы экспрессируем, то это окончательное изменение в головном мозге, да, и мы потом не можем вернуть вот эти изменения назад. То есть, уже экспрессировались каналы, и все, они там. И поэтому, вот чтобы не допустить ошибки, да, возможно, следует экспрессировать какой-то канал в неактивной форме, да, а затем уже при специальных условиях активировать его. И вот для этого как раз используют искусственные каналы. Искусственные каналы, они в своей основе имеют мускариновый рецептор человека. Ну, вот мускариновый рецептор, они тоже разнообразные по типам. И мускариновые рецепторы – это метаботропные рецепторы, то есть они взаимодействуют у нас через систему даже белка, то есть они запускают целый каскад биохимических реакций. Есть рецепторы, которые вызывают деполяризацию нейронов, и есть рецепторы, которые вызывают гиперполяризацию нейронов. И вот идея в данном случае хемогенетики – это создать такие искусственные рецепторы, которые будут внедряться как бы в естественную систему, да. Но если у нас мускариновые рецепторы в норме активируются, это у нас ацетилхолиновые рецепторы, активируются ацетилхолином, то вот эти искусственные рецепторы, они на ацетилхолин реагировать не будут, а будут реагировать в ответ на какой-то препарат. То есть если человек выпьет, ну вот в данном случае тут написан пример клозапин-оксид, да, если человек примет такой препарат, то этот искусственный рецептор связывает этот препарат и активирует уже каскад биохимический, который будет приводить, ну в данном случае, к торможению, да, к выходу калия, как мы видим на этой картинке. То есть таким образом мы можем уже воздействовать на активность нервной системы только в определенный момент и время, то есть когда человек принимает какой-то препарат. То есть и вот таким образом мы опять достигаем эффекта, что у нас есть некая обратная связь, которая, ну, чрезвычайно важна при лечении любого заболевания. Ну и, наконец, ну вот здесь это пример, я уже задерживаю, поэтому я буду... Ничего, да? Ну, я все равно, чтобы людей не задерживать, постараюсь кратенько. То есть вот видите, вот эти вот рецепторы искусственные, да, дизайнерские рецепторы, как их называют, они могут быть использованы как для деполяризации, так и для гиперполяризации нейронов. И поэтому, опять же, экспрессируя их в определенных нейронах, можно избирательно воздействовать на те или иные нейронные цепи. И таким образом достаточно эффективно влиять на работу нервной системы. Ну и, наконец, еще один интересный очень вариант, это тоже из обзора Дмитрия Кулмана, они работают в этой области оптогенетики очень активно. Это использование хлорных глутаматных рецепторов одноклеточных. Значит, посмотрите, в чем здесь идея, очень такая оригинальная и интересная конструкция. Значит, у человека, да, и у млекопитающих глутаматные рецепторы являются, являются, ну и анотропные глутаматные рецепторы являются катионными каналами. То есть, если у нас действует глутамат, у нас открывается там АМПА-рецептор, ЛИНДА-рецептор, и начинается ток ионов, ток катионов, да, но прежде всего натрия, если ЛИНДА, то еще и кальция. И это приводит к деполяризации. Значит, при эпилептическом припадке у нас происходит избыточный выброс глутамата, и это ведет к очень сильной деполяризации многих нейронов. А интересно, что у одноклеточных глутамат оказывает совсем другую функцию. Он является не катионным каналом, да, рецептор глутамата, а является хлорным каналом. Хлор, как мы знаем, это хлорные каналы в нервной системе позвоночных, это гамкергические каналы, то есть классические тормозные каналы. И, соответственно, если мы с вами попробуем внедрить вот такие глутаматные рецепторы одноклеточные, да, которые являются хлорными каналами в нервную систему позвоночных, то они будут в ответ на глутамат уже транспортировать не хлор, ой, не катионы, да, а хлориды, вызывать гиперполяризацию. Ну, вы скажете, какой интерес в этом, да, то есть мы как бы просто прекратим подачу сигнала, да, то есть через одни идут катионы, через другие хлориды ионы, и просто мы усиливаем проницаемость мембраны. Но тут надо отметить важный момент, что ампорецепторы, да, НМД-рецепторы, они распространены по клетке не повсюду, да, а именно в местах синаптической плотности, то есть они привязаны там, то есть они вот находятся вот в определенном месте. Если же мы с вами берем и экспрессируем хлорные глутаматные каналы одноклеточных, то у них не формируются связи с постсинаптической плотностью, они им, их как бы ничего там не держит, то есть у них нет механизма удержания в синаптической плотности, и они распространяются по всей мембране нейрона. И таким образом они будут у нас отвечать на глутамат, который находится в экстрасинаптических пространствах, и который в экстрасинаптические пространства попадает только при избыточном возбуждении. То есть получается, что если у нас система функционирует нормально, то глутамат активирует свои родные рецепторы АМПНМДА, идет нормальный процесс возбуждения, то есть никакого глутамата в экстрасинаптическом пространстве особенно и нет, и поэтому все у нас происходит нормальная передача возбуждения. Если же у нас наблюдается избыточный выброс глутамата при экстрасинаптических судорогах, то глутамат распространяется по внеклеточным пространствам, и тут он может активировать вот эти хлорные рецепторы глутамата и вызывать гиперполяризацию нейронов и таким образом предотвращать гипервозбуждение. Ну и естественно, чувствительность этих хлорных каналов можно методами уже молекулярной инженерии менять, то есть делать их более или менее чувствительными, чтобы подобрать нужную концентрацию. Ну вот такие методы в настоящее время генной терапии существуют, такие перспективы перед нами открываются, и это чрезвычайно оптимистично, потому что есть надежда, что мы уже буквально в ближайшие 5-10 лет сможем реально помогать людям с рефракторными формами эпилепсии. Ну вот на этом я заканчиваю. Если есть вопросы, то я буду рад ответить. Да, вопросы есть. Огромное спасибо, Алексей Васильевич. Два вопроса у нас есть. Руки подняты. Один от Юрия Федоровича Пастухова. Давно уже. Ирина Васильевна, добрый день. Ирина Васильевна, да, Ирина Васильевна. Большое спасибо за доклад, за перспективы, которые вы видите в этой области. Ну, мы работали в лаборатории с, допустим, с антивирусными векторами и столкнулись с массой трудностей. Ну, во-первых, такой вот вопрос к вам. Известно, что эти вектора, их активность работы со временем затухает. Лично мы наблюдали уже через полгода, да, они производят тот белок, который нам нужен, но не настолько эффективно. и годы, вот, судя по экспериментальным работам, какой бы вектор ни ввели, активность его будет снижаться и когда-то вообще исчезнет. Поэтому, насколько перспективно. Это для больных, это же заново их придется оперировать. И второй вопрос. Вы планируете увеличивать количество каналов, да? да, допустим, какие вы там натриевые, калевые, как своих... Калевые, да. Да, калевые. А вы не задумывались над тем, что когда вы увеличиваете количество в клетке, допустим, калевого канала, компенсаторно будут изменяться и количество других каналов. У нас через два месяца, например, набрадались совсем другие компенсаторные реакции. Это живой организм. То есть этот вопрос еще требует, на мой взгляд, очень такой продуманности. И поэтому у меня вот возникает следующий вопрос. Если говорить о превентивной терапии и наладке работы этих больных, пораженных нейронов, допустим, при фокальной эпилепсии, проводятся ли работы по трансплантации в область очага здоровых, нормальных тех же глютаматергических нейронов, то есть в виде стволовых клеток, то есть какой-то плюропатентной терапии, мне кажется, это было бы более эффективно, потому что когда мы имеем дело с эпилепсией, ведь это мутация не только одного гена. В этой клетке, если вы начнете смотреть, проводить геномный анализ, вы найдете много мутаций в этой клетке. И мне кажется, воздействие только вот остановить судороги, но у нас конечно, это вот когда больные резистентны, это очень важно, но мне кажется, правильно, нужно какие-то развивать подходы, нацеленные на превентивную терапию. Спасибо, Ирина Васильевна. Вот вы подняли все, ну практически половину проблем, которые существуют перед генной терапией эпилепсии, вы озвучили. то есть эти проблемы, они существуют, то есть вот, ну начиная с первого, то есть насколько хорошо происходит интеграция вот этого генетического материала в геном нейрона. То есть вот разные векторы, да, они действительно обладают разной способностью к интеграции. То есть вот эти ассоциированные вирусы, которые используются, они получается, ну как бы не обладают вот этой полной интеграцией и действительно со временем идет затухание. То есть другие адены, сейчас вот я боюсь, что тут мне не ошибиться, не буду. Значит, но другие типы вирусов, они позволяют как бы провести более полную интеграцию информации, соответственно, это лентивирусы, да, получится, что можно вот этот генетический материал закрепить. То есть вот это первое умение. То есть как бы искать формы доставки, которые позволяют активнее, ну как бы более эффективно закрепить генетический материал. То есть работа в этом направлении ведется. И сейчас она недоста... Ну, пока есть проблемы, да, с этим я с вами абсолютно согласен. Значит, второй момент, когда вводить? То есть вот если у нас идет нейрохирургическая операция, то как раз считается, что именно в этот момент нейрогенетический подход будет очень эффективен. То есть мы удалили очаг, но он может возникнуть рядом или в другом полушарии. И вот считается перспективным, что по краям удаленной зоны надо как раз провести ну вот некую такую терапию, которая позволит усилить уровень торможения в данной области. То есть там ну или экспрессию ДНФ поднять, или ряд тормозных нейромедиаторов. То есть как бы закрепить, как бы подавить активность мозга, чтобы не вызвать формирование вторичного эффективного очага. Ну и точно так же это вот при травмах мозга. То есть когда делается, ну скажем, при тяжелых травмах мозга, там все равно нейрохирургическая операция идет, и вот в этой области возможно вот такая вот нейрогенетическая терапия тоже будет эффективна. но пока это все естественно эксперименты больше на животных, хотя и вот при хирургии какие-то эксперименты уже начинают делать и нейрогенетические. То есть как бы какие-то уже в Лондоне Дмитрий Кулман он добился разрешения и они начинают эксперименты уже на людях, клинические исследования. Вот. и какой-то я вопрос сейчас забыл. А, про клетки, да, что можно ли что-то имплантировать. Этот подход тоже активно исследуется и к нему еще вот лет пять и десять назад он вообще очень активно развивался и здесь действительно использовали введение клеток предшественников гаммкаргических нейронов либо ну как бы на крысах вводили и гаммкаргические нейроны от новорожденных животных. То есть именно вводят тормозные интернейроны при эпилепсии и был показан в целом весьма позитивный эффект. Ну вот для исследования на человеке пока большая проблема в том что возникают неоплазии есть риск возникновения опухолей мозга и поэтому по-моему сейчас энтузиазм ослабел по этому поводу именно из-за того что может быть отдаленное развитие онкологического заболевания. Но возможно я не прав надо смотреть эти работы наверное будут какие-то способы борьбы. А превентивно хоть пару слов скажите что там нового в этой терапии? Ну вот превентивно я говорю то есть как бы мы должны то есть эпилепсия она же возникает в результате какого-то травмирующего события. Вот и как бы надо предотвратить эпилептогенез. И вот на сегодняшний день препаратов которые ну вот сто процентов подавляют эпилептогенез не существует. Вообще вот эта область она на самом деле стала активно развиваться буквально последние годы как-то до этого и публикаций было не так много. Сейчас это вот группа Люшера они активно эту тему развивают и сейчас по ряду препаратов показано что какое-то антиэпилептогенное действие может быть после вот такого травмирующего события надо использовать фармакотерапию. Но эффективность очень низкая. Ни одного препарата который бы был внедрен в клинику и сейчас использовался так после всей доказательной терапии насколько я знаю нет то есть идут исследования ну вот и анатерапии и сейчас исследования и как бы нескольких комбинаций я могу сказать что мы сейчас в лаборатории проводили исследования о роли анакинры для предотвращения эпилептогенеза и вот в литий-пилокарпиновой модели значит эта модель я вам показывал как раз слайд когда раздеваются спонтанные судорки по-моему это как раз с этого эксперимента у меня кадры вот то потом мы крыс лечили анакинры это рецепторный антагонист интерлекина первого интерлекина извините Алексей Васильевич там просто есть коллеги которые отдаленно с Ириной Васильевной мне кажется мы можем это обсудить здесь в этом смысле давайте дадим шанс Петру Дмитриевичу задать вопрос он уже давно руку держит там и Наталья Николаевна Наливаева еще у нас на очереди Эля Бухараева давайте с Петра Дмитриевича тогда начнем Петр Дмитриевич может быть это в принципе я думаю что может быть это было бы в дискуссии в принципе обсудить может быть мы просто с доктором Зайцевым это обсудим и вот и с Кульманом может быть потому что там все вопросы которые вы поднимали замечательные эти подходы они очень интересные очень важные но за каждым из них стоит там это большое количество проблем например даже встраивание рецепторов в белки в нейронах в нейронах там все сгруппировано все очень разумно сделано добавка любая добавка любых рецепторов она вызывает негативные посредства например мы делали мы пытались делать вообще мутантный рецептор пытались вставлять нейроны когда на модельных системах на хриклеках мы получали очень хорошие эффекты когда мы вставляли их в нейроны вот получалась эпилепсия вот для того чтобы как раз мы улучшали в нормальных моделях получалась эпилепсия так что это очень очень большая проблема и проблема с глутаматными хлорными каналами она это эта идея очень красивая вот но там будет другая проблема потому что при эпилепсии возникает происходит изменение хлорного градиента вот и эти каналы они будут тоже способствовать только активации дополнительной активации я просто хотел сказать что с этим надо быть очень осторожным ну с хлорными каналами я согласен то есть когда у нас развивается длительный припадок да статус когда формируется то да тогда хлор становится флорные каналы они оказывают уже как бы наоборот усиливающие эпилепсии действия то есть вот бензодиазепины которые активируют флорные каналы гамкорргически то есть вот это показано что в начале флорного статуса они хорошо помогают а проходит 20 минут и дальше бензодиазепины уже использовать нельзя потому что они только усилят усилят статус то есть это да но я тут просто не успеваю все сказать проблем проблем очень много но мне кажется что какие-то вот перспективы тем не менее интересные здесь здесь есть конечно да спасибо большое очень интересная лекция спасибо Наталья Николаевна вы с нами да я с вами вы меня слышите да Алексей Васильевич спасибо большое за очень интересный доклад у меня конечно будет вопрос про вольпрат его применяли долго и довольно-таки успешно но это конечно гистон диацетилаз ингибитор гистон диацетилаз довольно-таки широкого спектра а используются ли какие-то более специфические ингибиторы для других классов гистон диацетилаз или сверхутиинов там много разных ферментов которые можно заингибировать и посмотреть как они будут избирательно влиять на какие-то проявления эпилептических явлений спасибо ну вот про вольпрат тут можно еще добавить что у него общий спектр действия еще шире то есть там и на гаммкардическую активность есть ряд публикаций что он там влияет то есть у него у него такое действие это не единственное его действие и вольпрат вот несмотря на то что это препарат такой старый да он до сих пор используется и вот скажем в антиэпилептогенезе тоже в ряде публикаций показано что он может быть и здесь в общем-то эффективен вот а сказать какие более специфические препараты так как я вот именно эту область не знаю то боюсь что я вас сейчас не скажу спасибо большое очень интересно надо будет посмотреть и подумать что в этом направлении делается спасибо большое спасибо вопрос отеля я вижу но я вижу что она в сети может быть вы сами зададите вопрос да хорошо спасибо большое Алексей отличный доклад я с удовольствием его послушала хотя это немножко далековато от наших задач у меня простой очень вопрос вы сказали что судороги могут привести к гибели нейронов а каков механизм этого явления это просто избыточная секреция возбуждающих нейрональных медиаторов ну основное это токсичность то есть получается что у нас идет избыток глутамата в итоге идет деполяризация нейронов и соответственно идет избыточная активация нмда рецептора через который входит кальций и запускается собственно вот этот процесс кроме того при ну это как бы базовый такой механизм да кроме того развивается еще нейровоспаление и вот через нейровоспаление там тоже сложные каскады но и в итоге тоже может быть гибель нейронов то есть там идет ситуация техники и астроцитов спасибо но то есть все равно получается первичное это все-таки нарушение нейрональной секреции а уже судороги это как бы последствия ну да ну тут это как это проявление судороги это проявление того что мозг работает неправильно то есть активация спасибо большое спасибо отличный доклад спасибо еще два вопроса спасибо за доклад каким образом можно доставить вирусную конструкцию в очаг и перед психорной активностью у клеток очага существуют какие-то специфические маркеры спасибо спасибо за вопрос ну вот как сейчас это делается в большинстве исследований доставляют просто инъекции в очаг потому что вирусные конструкты они распространяются достаточно слабо по мозгу хотя есть некие сиротипы да вот скажем данного ассоциированного вируса который можно вводить даже в кровь и затем он будет распространяться по мозгу ну вот это как бы скорее исключение а в целом идет как бы вот экспрессия в соседних нейронах ну кроме того можно же экспрессировать вот специальные промоторы это позволяет нам экспрессировать нужные гены в нужных нейронах скажем гаммкергических или гутаматергических ну это вот при оптогенетике я про это говорил то есть какие-то специфические маркеры ну метаболизм нейронов в очаге он отличается то есть там у них и меняется экспрессия калиевых каналов и натриевых каналов может меняться но вот как маркеры наверное наверное нет во всяком случае я как-то не могу сейчас так сформулировать это просто вопрос не слышали пожалуйста озвучьте вопрос сам вопрос скорее всего как найти очаг у человека пациент лежит на столе где у него очаг в какую область мозга колоть потому что это же не крыса которую вы пилокарпин вначале в одну область мозг выводили и туда же вирус то есть вы знаете куда колоть а так то есть как его найти очаг очаг нейрохирург находит очень хорошо то есть вот я там картинку то есть смотрите эпилетическая активность она видна то есть как бы просто электроды на поверхность мозга располагают и вот этот очаг эпилетический он картируется то есть нейрохирурги должны его удалить поэтому его ну в настоящее время неплохо картируют то есть это можно найти ну и в этот очаг соответственно и вводится и вирус еще один вопрос спасибо большое за закладка каковы перспективы применения системы CRISP-Cas 9 в лечении эпилепции по крайней другими методами каковы перспективы применения CRISP-Cas ага понял ну система активно развивается и перспективы я так понимаю весьма весьма хорошие хотя сейчас хотя сейчас конечно там еще есть много проблем то есть я думаю что это метод который тоже будет использоваться то есть вот наверное так если коротенько то есть на экспериментальных животных это используется ну просто вот это теперь базовый базовый метод поэтому такие перспективы спасибо большое Алексей Васильевич давайте поблагодарим все